Вывоз мусора, электрификация, тарифы на перевозку. Эти и другие темы обсудили представители правительства и садоводы Ульяновской области. Несмотря на ограничительные меры, дачный сезон начался и люди активно выезжают на свои участки, высаживают рассаду. Необходимо позаботиться о комфортном пребывании людей на территории садовых товариществ. В СНТ «Медик» железнодорожного района в этом году построят площадку под мусорные контейнеры. У выезда повесят баннер с названием товарищества, а также появятся таблички с названием улиц. По всей территории установят камеры видеонаблюдения. Сейчас в товариществе их пять. В 2015 году мы сделали дорогу полностью, то есть новую дорогу въезд в СНТ. В 2016 году мы начали электрификацию СНТ «Медик». Питьевая вода у нас с водоканала. В 2019 году мы завершили электрификацию СНТ «Медик» и также мы завершили ремонт дороги. Подобная работа начинается и на других дачных участках. Тем более, что количество желающих отдохнуть на природе и заняться огородничеством увеличивается с каждым годом. Общее количество ульяновцев, занимающихся садоводством в дачный сезон, составляет больше пяти сотен тысяч человек. По словам специалистов Министерства транспорта, цены на проезд для дачников увеличены не будут. Мы тарифы в этом году на перевозку садоводов не поднимали. У нас тарифы действуют с 2018 года. Понимаем, что это очень социально важное направление, поэтому перевозчики с нами согласились, тарифы не поднимают. Кроме этого, с 12 мая садоводы могут оформить компенсацию за проезд. Право на денежную помощь за проезд на садоводачные участки имеют пенсионеры, безработные, одинокопроживающие граждане и семьи с доходом ниже прожиточного минимума, установленного на территории области. В период летних каникул ее также могут получить учащиеся школы, студенты очной формы обучения. Заявления на компенсацию принимаются в отделениях МФЦ. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, Новости Управда ТВ.